Строительство новой школы в Снежном пошло в два раза быстрее. Проблему нехватки рабочих из-за коронавирусной инфекции решили, и сегодня на объекте трудится новый состав строителей из 50 человек. Ульяновск, Смоленск, Калуга, Москва. Из этих городов прибыли рабочие для строительства нового объекта. Весной, когда только начинали заливать бетонный фундамент, подрядчик смог привлечь 25 рабочих из планируемых 40. Возникшие проблемы были связаны с выведением ограничительных мер. Из-за коронавируса не было возможности привезти строителей из регионов, а местные специалисты, по словам подрядчика, в большом дефиците. С новыми силами стройка пошла быстрее. Возведение стен подрядчик планирует закончить до наступления морозов, после чего ремонтные работы будут вести внутри здания. 5 октября мы планируем закончить первый этаж, а в середине ноября мы полностью закончим бетонные работы. То есть коробку здания мы закроем и зайдем внутрь. На сегодняшний момент уже у нас подрядчики работают на отоплении по подвалу. Вот это основные такие. Строительство объекта производится в рамках реализации национального проекта образования. С началом строительства появлялись проблемы не только с нехваткой рабочих рук, но и с финансированием стройки. Подрядчик работал за счет собственных средств. Деньги должны были поступить из федерального бюджета. Весной от Минстроя пришли необходимые средства с учетом на весь 2020 год. Сегодня утверждено выделение бюджета и на дальнейшее продолжение работы. Вчера Сергей Константинович провел совещание по ходу строительства объектов в социальной сфере и объявил о том, что вопрос окончательно решен по дополнительному выделению правительства Российской Федерации 250 миллионов рублей на строительство этой школы. Это практически школа должна до конца года быть готова. Новое здание будет способно вместить 50 школьников и 30 ребят дошкольного возраста, для которых планируется построить отдельное крыло. Также по проекту в здание новой школы разместят спортивный комплекс, душевые для мальчиков и девочек, столовую и просторный актовый зал. Сдать школу и детский сад планируют в сентябре 2021 года.